Сегодня Святая Церковь предлагает нам вспомнить об исцелении слепого, которого исцелил Иисус Христос, сделав ему брение, отправив его в Силуанскую купель. И тот прозрел. Прозрев, он стал совсем другим человеком, не только видящим вокруг себя окружающий мир, но самое главное, он прозрел духовно, он искренне верил в Господа и исповедовал Его воскресшим и победившим смертью. Что произошло тогда в Иерусалиме? Когда Христос проходил, а Он направлялся к Иерусалимскому храму, мимо этого человека Он его увидел. Это первое, что Христос видит страдающего человека. Видит и подходит к Нему. Он помогает страждущему человеку в его беде. Нужно сказать, что во времена Иисуса Христа, да как, наверное, и сейчас, особенно в Палестине, да и среди народа утвердилось мнение, что человек болеет за какие-то свои грехи или за грехи его родителей. Так было тогда. И если человек вообще был болен, тем более, если он был каким-то поврежден недугом, как этот слепец, его все считали за человека грешника, отверженного. Значит, кто-то согрешил в его роду. То есть кто-то из его сродников так тяжко согрешил, что он родился слепым. Именно поэтому ученики спрашивают Иисуса Христа, рови, кто согрешил, он или родители его. Действительно, вот такое было общепринятое отношение к больным, что если человек заболел или болен, или получил увечие, а тем более рождался увеченным, слепым, хромым или, может быть, с каким-то другим пороком, это обязательно грешник. Фарисеи потом скажут, ты весь родился во грехах. То есть, раз ты уже больной, значит, ты уже в грехах родился. Но разве мы не вспоминаем царственного Давида, который говорил, в грехах зачат есть. То есть, если мы вспоминаем, что все мы грешники, но кто-то здоров, кто-то крепок и силен с сердцем, кто-то крепок телом, кто-то видит, слышит, мы все ходим, движемся. Это не значит, что все ходячие, здоровые люди безгрешны. Сказано в Священном Писании, если говорим, что нет в нас греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас, потому что все согрешили. И нет праведного ни одного. Мы все достойны наказания. Но, однако же, здоровые берут на себя дерзновение осуждать больных и еще спрашивать, а кто согрешил? Он такой грешник, что родился слепым? Или его родственники? Вот Христос снимает напряжение этого вопроса и говорит совершенно удивительные для того времени слова. Понимаете, он просто разрубал все эти стереотипы. Как это? Вот все вот так и понимали. Заболел, значит, ты такой грешник. Родился больным, значит, ты отверженный человек. А Христос говорит, не согрешил ни он, ни родители его. Но это с ним случилось для того, чтобы на нем явились дела Божии. А это как, Господи? А как это может быть болезнь, чтобы на ней явилась слава Божия? И Христос проявляет. Прозревший слепой становится проповедником Евангелия. Он исповедует Иисуса Христа Господом. И сколько таких людей, которые жили здоровые и не думали о вере, не думали о Боге, но стоило бы им заболеть, как начинают усерднее молиться. И понимая, что правосудие Божье свершилось и над тобой, потому что у тебя есть грехи. И их очень много, а ты здоров. И свое здоровье ты тратил не на милосердие, не на молитву, не на веру. Как тратил свое здоровье, даже будучи в заточении святой праведный Иоанн Русский, память которого мы сегодня с вами совершаем. Он родился в Малороссии. 1690 год. В казачьей семье. И был научен с юности защищать Родину. И когда понадобилось участие в русско-турецкой войне, он принял участие в походе прудском, который совершился в 1711 году. Но сражаясь за Родину, он был схвачен в плен турками и продан начальнику конюшен турецких. И был вынужден работать там днем, принимать на себя пытки, исповедовать Христа, тогда, когда его заставляли отречься от Него. Причем мы с вами помним эти простые слова. Христианином родился, христианином и умру. Эти слова принадлежат как раз таки Иоанну Русскому. Его всячески пытались уклонить от веры христианской, потому что турки обращали всех пленных в ислам. А он, так и говорил, христианином родился, христианином и умру. Но он был очень трудолюбив и понимал, что все, что не спосылает ему Господь для спасения. И он не роптал на то, что он попал в плен, не роптал на то, что он был вынужден работать, как раб на галерах. Кто знает, как работали рабы на галерах? Это невыносимый физический труп. Вот такой труд, представьте, что такое ухаживать за конюшней с огромным количеством лошадей, держать в чистоте, поить, кормить, убирать. И это все ежедневно с утра до позднего вечера с едва небольшим перерывом на отдых. А отдых он посвящал молитве, становился на колени и молился Богу. А еще в выходные праздники церковные, которые помнил и любил, он посещал рядом недалеко находящуюся церковь. Его за труды его начальник Агга, так звали его правителя, отпускал помолиться своему Богу, потому что никакие уговоры, никакие пытки, никакие насильственные меры не смогли склонить в сторону ислама этого христианина, русского Иоанна. И вот давайте себе представим, утром с утра до вечера тяжелый рабский труд среди навоза, среди скота. Ночь в молитвах, небольшой отдых для тела, а праздники, и особенно, когда уже у него была такая возможность, он по выходным еще выходил в город и причащался святых христовых тайн. Нам ли это не укор сегодня здоровым, крепким людям, не так с утра до ночи на конюшне работающим, что мы еще и ленимся в выходной прийти в Божий храм, да нам причаститься, еще нужно какие-то канончики почитать, ну, на следующий раз, когда-нибудь. Вот укор сегодняшний святой, память которого мы празднуем, Иоанн Русский, молился и жил причастием, и жил ради того, чтобы причаститься. И кроме того, даже когда он тяжело работал, он, умирая, попросил местного священника его причастить, но батюшка не смог прийти, потому что очень серьезное окружение не позволяло принести ему дары, и он решил передать частичку святых христовых тайн ему в яблоки. И когда он получил яблоко, он причастился, и после причастия отошел ко Господу. То есть он жил причастием, жил верой, никогда не отрекался от нее, и был примером, и является примером сегодня для каждого из нас. Примера трудолюбия, примера нероптания, примера понимания того, что все, болезни, труды, скорби, плен, рабское какое-то состояние, уничижение. Господи, это от Тебя было. От Тебя это было. У преподобного Серафима Вырезкова есть замечательное по этому поводу небольшое, но мудрое наставление. Ты попал в беду, от меня это было. Ты заболел, от меня это было. Ты потерпел какие-то страшные, житейские проблемы, скорби, от меня это было. Я это посылал. Удивительное такое произведение, которое советую почитать Серафима Вырезкова. От меня это было. Вот как важно нам не забывать, что все, что не происходит вокруг, все посылает Господь для нашего с вами спасения. Но нам надо научиться у Иоанна Русского быть благодарным за все, как он, работая в хлеву, сравнивал себя с самым счастливым человеком на земле, который работает, как в Вифлеемской пещере, где Христос среди скота родился, жил, и я работаю среди скота и живу, потому что жил он в конюшне среди скота и считал себя счастливым человеком, работал еще другим, иноверцем помогал. Вот почему после его кончины люди приходили к его мощам и получали исцеление. Причем ходили не только христиане, ходили армяне, ходили мусульмане, ходили турки и исцелялись по молитвам, просяг. Иоанн, помолись своему Богу, чтобы я выздоровел. И выздоравливали. Вот такой у нас есть святой сегодня прославляемый Иоанн Русский. Сегодня даже звучит это словосочетание Иоанн и Русский. Для кого-то прямо как великой силой раздражающей. Сегодня наша задача вернуть русскому народу веру христианскую. Тогда трепетать будет весь вражий Запад, который ополчился против святой Руси и ненавидит все русское. А мы особенно сегодня, прославляя нашего исповедника и праведного Иоанна, говорим, святой Иоанн Русский. Моли Бога о нас. Вы помните, как встрепенулись все вокруг, не только внутри нашей страны, но и за пределами, когда зазвучала эта простая, казалось бы, песня. Я русский. И все такое, что это такое? Как это он такое поет? Я русский. Моя кровь от отца. Как это так? Вот я вот наследник своей Руси великой. Я наследник Александра Невского, Федора Ушакова, Дмитрия Донского, Александра Васильевича Суворова, который говорил, молись Богу, от него победа. Бог наш, генерал. Ура! Мы русские. Какой восторг! С Богом, братцы! Вот как говорили наши полководцы. Нам русскость свою вспомнить надо. Не национальную, а христианскую принадлежность. Потому что он, Иоанн Русский, не стоял за национализмом. Он, помните, говорил, не просто я национал, я просто русский. Он говорил, я христианин. Христианином и умру. Вот почему он, настоящий русский. Потому что он христианин. А если ты не христианин, или, может быть, Христа не признаешь, не веришь в него, какой ты русский. Вот о чем сегодня нам надо бы подзадуматься и прозреть. Для того сегодня церковь и предлагает нам Евангелие о слепом, чтобы дать нам возможность увидеть, вот через жизнь святых, как надо верить, как надо не спотыкаться вокруг какие-то искушения, какие-то трудности в жизни. Нужно продолжать жить. А будем веровать, будем жить. Будем веровать, будем жить, братья и сестры. Будем хранить нашу веру в Иисуса Христа, победившего смерть. Тогда и смерть нам с вами страшна не будет, как не боялся смерти святой Иоанн Русский. И в завершении хочется сказать, сколько вокруг нас еще слепых людей. Слепых не физическим зрением, а духовным. И каждый из нас имеет еще особую ответственность и обязанность просвещать. Вы слышите? Нести свет веры, просвещающей всех, потому что свет Христов просвещает всех. Другим людям, которые света этого еще не знают и не чувствуют. Как тяжело жить среди слепых. Но мы не осуждаем их. Мы слепому подаем руку, переводим его через улицу, помогаем сесть ему в общественный транспорт, а иногда помогаем. И обязаны помогать, особенно слепым, нуждающимся, людям, получившим увечие. И ни в коем случае не задумываться, за какой-то грех ты вдруг заболел или получил увечие. И у кого-то повернется язык спросить, а кто согрешил? Он или родители его? Да он отдал часть себя, чтобы ты на ногах ходил, чтобы ты руками двигал и еще мог помогать нуждающимся. Как у нас даже жарко, не жарко, наши женщины и мужчины приходят при храме, плетут сети. Уже больше полторы тысячи сетей наплели. У них есть руки. И они трудятся для того, чтобы руки остались у наших мальчишек на фронте, которые там, рискуя собой, отдают свое здоровье, чтобы кто-нибудь здесь не подумал, а за какие-то ты грехи там руку потерял. Видите, оказывается, можно потерять часть себя, руку, ногу, во славу Бога. Это болезнь. Не за грехи. И не солдатик согрешил. И не родители его. Но это, чтобы вы, люди, прославили тех, кто сегодня, не щадя живота своего, на фронте сражается за наше с вами мирное небо. И не забывали молиться о тех ребятах, которые сегодня подвигом своим прославляют Христа. Вот как мы должны реагировать на болезни. Ну, а если заболеем сами, то всегда должны, опять же, не искать причину наших болезней, потому что она наверняка каждому христианину известна по нашим с вами грехам. Вот когда мы заболеваем, нужно сразу пойти на исповедь и сказать, Господи, будь милостив, мне грешен, согрешил Господи. А может быть, и эта болезнь будет кому-нибудь во славу. Вы спросите, как? Один священник попал в больницу, а к нему лечащий врач, зная, что это батюшка у них в палате, всякий раз приходил, советовал, спрашивал, как вы себя чувствуете? Температура, давление и все прочее. А сам проявлял особый интерес для того, чтобы повыпрашивать ему, что нужно, чтобы повенчаться со своей женой. И вот так потихонечку, пока батюшка лежал, он спрашивал, спрашивал, а когда он уже выздоравливал, говорит, так когда можно прийти повенчаться с супругой? И выписавшись, этот батюшка пригласил его в храм и повенчал своего доктора с супругой. У них родились детки, и потом они в этот храм еще ходили. Вот как бывает болезнь во славу Божию. Да, кто-то болеет, мы все болеем, но даже свою болезнь мы должны, как Иоанн Русский, даже находясь в плену, проповедовать Христа, любить Его и трудиться во Его славу. Тогда люди, видя добрые дела ваши, прославят Отца вашего Небесного. И будет все, что не пошлет нам Господь, во славу Господа нашего и Иисуса Христа, Которому с Отцем и Духом вечная и благая слава. Аминь.